всем привет у нас сегодня незапланированная остановка из-за шторма поменяли маршрут нашего круиза и коломату заменили этим чудесным местом манимбасия манимбасия такое странное название оно происходит от греческого монос и эмбасия что буквально означает единый ход до сегодняшнего дня мы об этом месте ничего не знали раз сюда привезли поэтому пришлось заглянуть в интернет изучить что же это такое этой лодкой мы добрались до берега в газете было написано что начиная с пол девятого нужно было взять билет чтобы попасть на эту лодку мы пришли нам дали билет номер один первый рейс мы его конечно потому сдали подождали пока пройдет дождь и пришли уже без билета в порядке живой очереди загрузились на лодку и добрались до берега самое интересное здесь это остров на который мы сейчас находимся на этом острове есть старинный средневековый городок внутри крепостной стены вот собственный сам городок очень тесные узкие улочки это еще центральная улица сейчас я вам покажу улочки второстепенные где могут едва разойтись два человека перпендикулярная улочка которая ведет наверх очень узкая постройки этого города отличаются от островных острова города обычно белоснежные здесь уже из коричневого камня не такие города даже больше нравятся старый город манимвасия или палия манимвасия это средневековый замок расположены на 300 метровой скале на восточном побережье пелопонеса с потеряком этот остров крепость соединен мостом кстати по этому мосту ходит автобус поездка в одну сторону на автобусе вам обойдется в 1 евро 10 центов по поводу пляжа пляж здесь наверное не всем подойдет здесь пляж галичный зато очень прозрачная вода оказавшись манимвасии вы попадаете византийскую сказку инсанцы называли его гибралтар востока так как в далеком прошлом контролировал морские пути между средиземноморскими странами западной европы и леванта здесь жили многие знатные византийские дворяне и шла большая торговля вином здесь же придумали знаменитую мальвасию производство которой пытается сейчас возродить мы на центральной площади единственное просторное место в этом городе кстати мы наверху присмотрели лесенку который ведет на гору если хватит сил то сходим туда решили все-таки подняться наверх узеньким улочкам надеюсь что выбрали правильную дорогу верхний город ведет не очень простая дорожка но к сожалению он закрыт на реставрацию я думаю если вы будете здесь следующем году 2016 2017 все будет открыто вы насладитесь этой бухтой с высоты раз не попали в верхний город то надо сходить хотя бы в пещерку в пещере ведет дорога с рековыми ступеньками вход пещерная церковь там кто то есть это пещерная церковь маленькая часовня спокойно тихая место и 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